Всем привет, мотоманьяков! У нас сегодня на сборке вот такой квадроцикл детский. Называется он Wild X 125. И пришла в голову мысль, что нужно снять на него краткий обзорчик, пока он не собран. Пока видно все потроха, чтобы люди, которые будут его покупать, могли примерно понимать, что у него под пластиком. Сейчас мы кратенько пробежимся, расскажем вам, что у него там внутри, так сказать. А вы будете думать сами уже, покупать, не покупать, может быть выберите что-то другое, может быть это вам понравится. Начнем с самого низу, с дисков. На этом квадрике установлены литые диски. Они более толстые, чем штампы. И тем самым они более надежные. На штампованных дисках очень тонкий металл. И бывает, что диск вырывается. Посадочные места гаек просто раскрываются розочкой и колесо отваливается. Это достаточно частая проблема на квадриках. Особенно, когда катаются люди, такого, скажем, немаленького веса. В местах, где установлены фторопластовые втулки, на каждом рычаге есть потоводница. То есть вы можете прошприцевать подвеску, не разбирая квадроцикл. Также таводница есть на рулевой. Вот отсюда ее видно. Еще одна таводница есть в заднем маятнике. На квадроцикле есть шаровые опоры, верхняя и нижняя. Также есть регулировка развала и схождения. То есть вы можете настроить исход и развал. А также по тормозам. Тормоза дисковые и задние и передние гидравлические. На квадрике установлена 428-я цепь. Судя по всему, она обычная, стандартная, не усиленная. Рекомендуем для большей надежности установить сальниковую усиленную 428-ю цепь. Также есть ролик подтяжки цепи. Этот ролик нужен, чтобы ослабшая цепь не слетела с задней звезды и не уничтожила нам двигатель. Частая проблема на мототехнике, если цепь ослабла и нет ловушки, то у нас летает и разбивает крышку картера, либо даже картер, создает кучу проблем владельцу. Звезду и тормозной диск снизу прикрывает вот такая защита. Это пластик, толщина около 6 мм. Он достаточно внушительно выглядит, но все равно я бы не рекомендовал пропускать снизу квадроцикла по центру большие камни. Потому что если налететь на хороший камень, можно разбить эту защиту и повредить диск и звезду. В узле крепления задней оси стоит два достаточно мощных подшипника. Мы их хорошо промазали и, судя по виду, проблем с ними в процессе эксплуатации быть не должно. Выхлопной муфлер имеет флейту, а значит квадроцикл будет работать тихо. Чтобы снять сидение, достаточно потянуть специальный рычажок снизу. Также у квадрика есть сигнализация с автозапуском. Ее мы протестируем немножко позже. По рулевому управлению. Тормоза, что задние, что передние, гидравлические. На каждом тормозе есть режим стоянки. Стандартный пульт управления светотехникой. Ближний и дальний. Кнопка старта. Выключить. Включить двигатель. Поворотники. И сигнал. Также есть чека безопасности. Этот узел необходим для того, чтобы техника заглохла, если вдруг пилот покинет корабль. Но чтобы этот узел сработал, естественно, нужно сначала подцепить его к себе каким-то образом. Также есть винт родительского контроля, затянув который, вы ограничите степень свободы рычажка газа. Если говорить подробнее, то чем сильнее вы затянете этот винтик, тем короче будет ход рычажка газа. И, соответственно, меньше мощность и предельная скорость квадроцикла. Также из приятных бонусов на квадрике установлена алюминиевая фрезерованная крышка бака. Также на квадрике установлен алюминиевый руль переменного сечения. По центру 28 мм, по бокам стандартные 22 мм. Привет, ребята! Меня зовут Максим. Я занимаюсь сборкой данного квадроцикла. И что могу вам рассказать по сборочке? В принципе, все не так уж плохо сделано в нем. Но были некоторые нюансы с установкой деталей. Вот, а именно, был один нюанс. Вот здесь вот у нас крепление заднего амортизатора. Его сейчас плохо видно. Уши были немножко приварены несоосно. Пришлось буквально там чуть-чуть подпилить напильничком. В передней подвеске, в принципе, все четко было. Все уши вот эти сварены нормально. Проблем со сборкой этого узла не возникло. Крепление мотора тоже довольно неплохо сделано. Вот это ухо здесь еще. Заднее ухо. Заднее крепление двигателя. Все тут совпало четко. Еще пару моментов про втулочки вот здесь. Оси в них сидят довольно плотно. Но не понравился мне один момент с сальниками. В принципе, они надеваются туговатенько некоторые. Но некоторые надеваются совсем легко. То есть, в процессе эксплуатации туда, возможно, начнет попадать водичка. И нужно будет регулярно шприцевать подвеску. Хорошей водостойкой смазкой. Чтобы ее туда ни в коем случае не вымывало. Но это, если речь идет про покатушки где-нибудь по воде, по грязи. Но этот квадрик, в принципе, предназначен для детей. Я не думаю, что он куда-то вброд на нем полезен. Снизу у нас стоит обычный подшипник качения. Его тоже снимали, промазывали. В общем, если надумаете его брать, разобранный, то нужно будет все промазать. Благо, он приходит практически разобранный. Без мотора, без подвески. Ну, блин, грубо говоря, голая рама. Передняя подвеска стояла частично. Ну, а рычаги были сняты, промазаны и установлены на место уже обслуженные. По тормозной системе собирается все элементарно просто. Прокачивать ничего не нужно. Были небольшие проблемки с прокидыванием тормозной задней линии. Желательно прокинуть ее заранее, пока нет двигателя, нет заднего маятника, потому что я столкнулся уже с этим. И были вопросики, вот как через вот это продеть тормозную машинку. Мне пришлось снять рычаг, вот, потом открутить вот эту вот площадочку, приподнять вверх ее и только тогда она прорезла. По проводке соединяется все элементарно просто. Если что-то непонятно, смотрите по цветам проводов и подключаете. А так фишечки, ну, самые важные, в принципе, они все разные идут. Тут повторяющихся мало, то есть, как бы, любой разберется. Вот, но если бывает такое, что фишки попадаются одинаковые, просто смотрите по цветам проводов и соединяйте. Еще один нюанс по двигателю в плане по регулировке клапанов. Заводы, они всегда идут зажаты, либо очень большой зазор на них. Так что не ленитесь, открутите вот эту вот крышечку, вот эту вот крышечку, совместите меточку. Вот тут метки есть у нас под этой крышкой. Совместите эту меточку. Далее открутите вот эти вот пробки, верхняя и нижняя, и отрегулируйте зазоры. Иначе, если этого не сделать, при заводке у вас, они либо будут тарабанить, либо не издавать никаких звуков, но в процессе эксплуатации просто прогорят. И можете попасть на клапана, либо на головку блока целиком. Также и про замену масла. Масло в движке идет транспортировочное, на нем ни в коем случае нельзя ездить. Максимум завести, вывесить там заднюю ось, включить передачу, немножко там минут 5-10, чтобы он на этом масле поработал, чтобы всю грязь поднять с дна двигателя, чтобы она была в масле, и слить его. Масло сливается грязное со стружки, потому что в процессе сборки туда попадает множество всяких народных тел. Для промывки двигателя после транспортировочного масла вам подойдет любое автомобильное, к примеру, там, Лукоил, Газпром, ну, что-нибудь такое в недорогом сегменте. Заливаете его, проезжаете 3 моточаса, это по километражу примерно 100-150 километров, вот, если спидометр стоит вместо моточасов. И все, сливаете его, и наливаете уже нормальное масло, качественное, Эни, либо Матюль, вот, и катаетесь в своем удовольствии. На таком движке масло рекомендуется менять каждые тысячу километров. Ну что, друзья, вот так вот он выглядит в собранном состоянии. По передачам, как я уже рассказывал, здесь 3 положения, вперед, назад и нейтралка. Драйв, положение вперед, включается назад, а положение задней передачи, включается, наоборот, вперед. Вот такая достаточно жирная комплектация. Стоят зеркала, не самые дешевые, такие прям модные. Защитки, рук, чтобы ветки не били в лесу. Есть стояночный тормоз. Есть также чека безопасности. Тут управление. электрооборудованием стандартное. Приборка тоже достаточно приятная. А еще есть винт родительского контроля. Если его подтянуть, то он ограничивает положение ход газа. Такой багажник сзади. Поставили защитки на место, про которые я рассказывал ранее. Ну и в принципе все. Такая злобная рожа. Попробуй. Такая злобная рожа. Попробуй. Дальнее. Попробуй. Попробуй. Продолжение следует...